Барком, барком, прибарку, строю Иванька, коморку. Коллектив Купавочка из города Кличев, Могилевской области, Республики Беларусь. В его составе те, у кого в России родственники, кто бывал в гостях и те, кто приехали впервые. Общие ощущения дома всегда лучше, ну и здесь практически как никуда и не уезжал. Все как в своей стране, все так же. Я чувствовала, что все равно в Беларуси, я чувствовала, что на родине у себя. Девушки приехали на фестиваль творчества юных. Уже в 13 раз его проводят при содействии Постоянного комитета союзного государства, а также Парламентского союза Беларуси и России. Анапа – постоянное место прописки. Очень благодарна Анапе, что она все-таки продолжает оставаться городом, курортом для детей и семей. Вот это вот отличительная черта вот этой территории, мне кажется, они должны вместе с нами, с федералами, сделать все для того, чтобы сохранить этот город-курорт как территорию детства. Мы очень благодарны Анапе, что они откликаются на любую нашу просьбу. Вы не представляете, сколько мэрия делает хорошего для того, чтобы этот фестиваль оставался здесь, на этой территории. У входа участников и гостей встречало солнце. Про него немало детских песен сложено в культуре. Этот символ, безусловно, положительный и на курорте без него никак. Для муниципалитета фестиваль стал одним из знаковых проектов. У вас запланированы экскурсии, творческие встречи, многочисленные мастер-классы. И я надеюсь, что за всей этой творческой деятельностью вы обязательно найдете время, чтобы посетить море, обкупаться на нем, посетить наши самые замечательные пляжи. Ну и, как говорят в Белоруссии, совместно запрошены. В Анапу приехали около 200 начинающих артистов из России и Республики Беларусь. Все они победители различных конкурсов, лауреаты фестивалей. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, программе, мастер-классы, в том числе по созданию национальных костюмов, викторины. Но главное, что они знакомятся, обмениваются опытом и расстаются друзьями. У каждого из этих детей есть брат, сестра, родители, бабушки, дедушки, есть одноклассники, которые знают, что ребенок побывал на фестивале союзного государства. А это значит, что о таком фестивале, о таком мероприятии узнает уже, по крайней мере, в 6, а то и в 10 раз большее количество людей. И это тоже наша цель – широко информировать граждан России и Беларуси о тех мероприятиях, которые проводятся. Чистая импровизация. Маша из Гомельской области. Баграт из Ростовской. Им по 9 лет. Для юного музыканта игра на балалайке в составе оркестра – просто веселое хобби. Маша настроена более серьезно. Баграт видел Республику Беларусь лишь однажды из окна автобуса. Мне больше всего запомнилось, как мы приезжали мимо леса. Мне очень лес понравился. Много ели. Очень красиво. Там грибы, там лес. Ну, там хорошо, там шишки, там все пахнет, там вкусно пахнет. Ну, лесом пахнет таким. Куполинка, куполинка, темная ночка, темная ночка, одежь твоя дочка. Фестивальная программа завершится уже на днях в Анапе. Его участники проведут еще 4 дня. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.